Сегодня семейная река. Семейная. В Библии написано, люди выходили, женились, выходили замуж, и Господь пришел. То есть нам не надо сидеть теперь в катакомбах и ждать, а зачем мне этот муж нужен сто лет, когда Иисус сейчас придет, да? Нет, нам надо жениться и выходить замуж, но при этом знать, что Иисус грядет. Вот. То есть планируй, как будто ты будешь жить вечность, живи так, как будто завтра умрешь. Амэн? Пусть это будет твоим лозунгом, девизом твоим, с которым ты будешь идти по жизни. Сегодня я на левом берегу проповедовала проповедь «Разрушительная неполноценность». Здесь бы я хотела ее продолжить, потому что там у меня времени не хватило, а здесь тоже времени мало, поэтому можете потом то посмотреть, а эту дополнить. Вот. «Разрушительная неполноценность». Запиши. «Разрушительная неполноценность». У меня тоже всего лишь 30 минут, а потом мы помолимся за вас, потому что это очень важная молитва. Нам нужно победить неполноценность внутри себя. Это то, что мешает нам идти по жизни. Бог мечтает создать человека полноценным. Вы знаете, что Бог создал человека полноценным. Бог не создавал человека неполноценным. Есть такая теория двух половинок, типа «я неполноценный без второго человека». Это, я бы сказала, не совсем точная теория. Это хорошо, когда рядом с тобой есть человек, подобный тебе, и тебе как бы нехорошо быть одному. И классно, когда рядом с тобой есть тоже личность. Тот человек, с которым вы идете рука об руку, нога в ногу, да? Ну, а проблема все в том, когда мы думаем, что ты неполноценный без кого-то. Это иллюзия. Написано «проклят тот, кто надеется на человека». Если ты думаешь, что ты, женщина, неполноценна без мужчины, я тебе скажу, это ложь. Это ложь. Если ты думаешь, мужчина, что ты неполноценен без женщины, это тоже ложь. И замысел Божий заключается в том, это как две рельсы или как два весла. Ты стал христианином, и ты сел в лодку с двумя веслами. И эти весла называются так. Первая заповедь – «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумом своим». А вторая заповедь – «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть любовь к себе, она прямо зависит от того, буду ли я любить ближнего своего. Если я не люблю себя, я не способен любить своего ближнего. Я временно могу создавать иллюзию любви. Знаете как? Любить, то есть делать все для человека, но внутри ожидать от него взаимности. Но как правило, когда ты что-то делаешь и ждешь, что тебе ответят тем же, ты не получишь то же самое. И потом ты как охитно начинаешь жрать того, кому слишком много дал. Типа, теперь возвращай все с лихвой. Понимаете? Так мы устроены. И поэтому Господь знает эти вещи, потому что Он нас устроил. И сатана, Он разрушил наше достоинство. Он разрушил нас. Он постоянно тебе говорит, ты неполноценный. То есть что-то не то с тобой. Неполноценность – это ложь, в которую мы верим. Понимаете? Это ложь обо мне. Я должен однажды отказаться верить в ложь. Отказаться верить в ложь. Такой прекраснейший пример. У меня он всегда... Я когда однажды услышала его, я поразилась, потому что это действительно правда. Мерлин Монро. Женщина, но перед которой поклонялся весь мир того времени. Она до сих пор сегодня считается самая красивая женщина на эпохе, да, там, в столетии. Знаете, от чего эта женщина умерла? Она отравилась. Потому что она часто впадала в депрессии, от ненависти к самой себе. И тебе сегодня весь мир может говорить, ты красивая, ты такая, сякая, пятое-десятое. Если ты себе этого не скажешь, хоть все будут говорить, в тебе бездна, которую закрыть может только Бог. И ты. И поэтому основанием моей жизни не является какой-то человек. Если в моем основании заложен человек, придут штормы, бури, и мой дом не устоит. Если в моем основании будет лежать Бог как личность, и я как личность, что бы ни произошло в моей жизни, я буду продолжать жить. Я не буду продолжать существовать, я буду продолжать жить. Вы понимаете меня? Вы встречали очень часто, смотришь, такая ужасная трагедия произошла. У одной женщины умер сын от наркотиков. И вы знаете, что самое страшное? Этой женщине невозможно помочь. И сегодня эта женщина от рака умирает. А знаете почему? А потому что эта женщина, она вышла замуж по роду различных причин, она не... брак не получился, мужчина ушел к другой женщине. У нее единственный сын. От того, что она не способна была любить себя. То есть, вот что такое любовь к себе. Любовь к себе – это осознать, что ты живешь, ты личность. Помимо того, что ты рожаешь детей, помимо того, что ты что-то делаешь, ты еще личность. И у тебя, лично у тебя есть судьба. Некое предназначение от Господа. Вы понимаете? Из-за того, что у женщины не было этого ничего. Сегодня нету сына. В основании ее жизни был сын. Вы понимаете? И сегодня эта женщина, все, ее основания жизни нет. У нее нет основания для жизни. Вы понимаете, как это страшно? И она сегодня проживает последние дни в надежде просто на... Нет смысла жить ей. И это страшно. И я знаю истину, но я не могу ей помочь. Вы понимаете, как страшно? И поэтому основанием моей жизни должен быть я и Бог. И я, эта личность. И знаете, вот эта неполноценность, она вычеркивает нас из списка ценностей в моей жизни. Если сейчас спроси у каждого из вас, я уверена, 90% мне ответят на мой вопрос одинаково все. Я помню, я проводила такой тренинг, языки любви называется, и там есть вопрос. Как вы проявляете любовь к себе? И знаете, как христианское мышление такое, я приехала в миссионерку. И там такие, миссионеры сидят. И вдруг у них вопрос, как вы проявляете любовь к себе? Я пощусь, молюсь, там, что он еще там делает? Я говорю, ну, это понятно все. Понятно, что ты весь миссионер, ты постишься, молишься, любовь к себе как проявляешь? Я не понял вопроса. Вы понимаете? А никак. Никак. Он из списка своих ценностей вычеркнут. И он мечтает любить людей. И он будет любить первое время искренне, но он измотается, опустошится и разочаруется. Вы понимаете меня? Неполноценность это страшный диагноз, который мешает нам идти по жизни. И мы думаем, что вот я тут какой-то неполноценный, мне надо срочно кого-то, чтобы стать полноценным. Это ложь. Ты личность. Ты уже полноценный, потому что ты есть. Вы понимаете? И это проблема, то, что мы чувствуем. Я до определенного момента считала, что муж это причина всех моих проблем. Вот он мне денег не дает, сатана такой, знаете. Когда Господь мне просто открыл, Он мне сказал, а ты вообще, ты почему думаешь, что я лично в твоей жизни не могу открыть источники? Почему ты считаешь, что источником твоих благословений это муж? И вы знаете, я стала по-другому думать. и правда открываются мои личные источники, знаете, и муж стал давать. Деньги к деньгам. Амэн? Неполноценность это страшно. Многие женщины думают, я сама такой была. О, великая мечта выйти замуж за олигарха. И что дальше? И что дальше? Это же несчастные женщины. Мне так недавно как бы, не знаю, посчастливилось, наверное, общаться с одной девушкой, которая имеет отношение с мужчиной и очень богатым. Ну, естественно, он ушел из семьи, там, все дела. Вот эта девушка на крутой тачке, шикарно одета. И все подруги ей завидуют. Типа, классный пирог отцепила, знаете. И когда эта девушка, знаете, наверное, на мне помазание. Мы с ней абсолютно незнакомые люди. Она как давай мне рассказывать все то, что творится, я думаю, Господи, я притягиваю просто как магнитом все эти страшные истории. Видимо, у меня написано, сливай. Нет, слава Богу, это дар. Я понимаю, что это дар от Господа. Потому что, когда мы с ней поговорили, она говорит, знаешь, у меня такое ощущение, как будто я была. Она не знает, что я там в церковь хожу, что вообще это я проповедую, и там и священник, и все дела. Как будто, говорит, я у священника на исповеди побыла. Я думаю, да, истину глаголюши. Вы понимаете? И что рассказывает эта девушка? То есть, внешний фасад, это вот, типа, у нее все классно, но какие ужасы начинает рассказывать человек, который живет в этом. Она никто, она ничтожество. Он ей платит, она должна делать все, что он скажет. А если не так, он ее избивает периодически. Это страшно. И она говорит, так классно было, когда я ходила пешком. Я никому ничего не должна была. А теперь хоть из города валить надо, потому что так от меня он не отстанет. Отдавать уже квартирку и машинку не хочется. Вы понимаете? И о чем это говорится? Это прекрасная девушка. Сказать бы, что она дура какая-то. Нет. Она имеет высшее образование, у нее есть цели. Она нормальная девчонка. Просто она считает, что она неполноценна. Она считает, что ее судьба это связаться вот с таким мужиком. Что она сама не сможет иметь все это. А она может. Вы понимаете меня? Что я хочу вам сегодня докричаться, рассказать, что мы полноценны. И давайте откроем первое местописание, важное, главное в этой проповеди. Число 13 глава, 34 стих. Число 13 глава, 34 стих. Здесь описана история, когда израильский народ, он ходит по пустыне, и наконец-то Господь открывает израильскому народу обетованную землю и посылает туда соглядатаев, да? Посылает туда людей, как на разведку, и говорит, сходите и посмотрите, что я вам приготовил, ради чего я вас вывел из рабства, 40 лет мотал по этой пустыне. Идите и посмотрите. И вы знаете, одна из причин, и, пожалуй, одна из важных причин, почему старое поколение умерло в пустыне, это написано в этом стихе. Давайте прочитаем. Что они говорят? Там видели мы Исполинов, сынов Яковых, Янаковых, от Исполинского рода. И вот здесь самое важное. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. И такими же были мы в их, в глазах их. Улавливаете суть? Улавливаете, откуда вообще психология берется? Из Библии твоя субъективная реальность и все такое. Если ты саранча в собственных глазах, ты такая же саранча в глазах окружающих тебя людей. Наша ущербность, она и делает нас ущербными и заставляет окружающий мир относиться к нам, как к ущербным людям. И Господь, Он имеет дело с новым поколением людей. Новое поколение людей, которые отказались верить в ложь. Которые принимают решение наконец-то поверить в самого себя. Когда я вычеркиваю себя из списка важных людей для самого себя. Знаете, как многие люди говорят, то бесы у них там виноваты, то проклятия виноваты, то люди виноваты, то муж, то дети, то еще кто-то. Но когда ты придешь в тайную комнату и у тебя будет честный диалог с Богом и честный диалог с собой, у тебя будет судьба. А если ты будешь лишь только концентрироваться на том, как реагирует на тебя окружающий мир, это я скажу тебе, ты так реагируешь на самого себя. И поэтому очень важно победить саранчу в собственных глазах. Вы знаете, я знаю, что такое победить саранчу в собственных глазах. Это, пожалуй, одно из первых откровений в моей христианской жизни. Я однажды поняла, что никто не поднимет моего достоинства, если я сама не приму решение верить, что я достойна. Вы понимаете? И я помню, каждый раз я спускалась с этой сцены и я переживала шквал, осуждение внутри себя. Такое ощущение, как будто внутри меня поднималось миллион жень, которые критиковали меня, говорили мне, зачем ты это сказала, а зачем ты вот это сделала, а зачем вот то, зачем вот это. И каждый раз у меня рождалось в мыслях, знаете, какое решение? Все, больше не пойду на сцену. Понимаете? Но однажды я поняла, я должна убить, заглушить этих жень, которые осуждают внутри меня, меня. И я спускаюсь с этой сцены до сих пор, и если я вдруг что-то сморозила, не то сделала, не то, и там кто-то поднимается, внутри говорю, стоп, окей, в следующий раз этого делать не буду. Жизнь продолжается. Идем теми же маршрутами. И выхожу вновь и вновь. Вы понимаете? Никто не убьет в тебе саранчу. Знаете, как многие женщины, вот он разрушает мое достоинство, ты прекрати разрушать свое достоинство. Вы знаете, я однажды что заметила? Я помню после Давида, я всегда очень много набираю в природах. Меня вообще восхищают женщины, которые в природах не набирают ни килограмма. Такое ощущение, вот у них отрезали, и все, и нормально пошли дальше. У меня видно, что я беременная. Потому что я набирала 25. 22. Плюсом. У меня после 6 месяцев открывалась бездна. Ненасытимая я ела, ела. И знаете, я после Давида была очень большой женщиной. Очень большой. У меня была одна нога, как две. Короче, была очень большой. И вы знаете, я ходила. Муж у меня, слава Богу за него. Слава Богу за таких мужчин. Которые и женщинам не формируют комплексы. Знаете, вот дурной мужчина, если он сидит при всех и говорит, что ты растелся, что ты жрешь, тебе не надо жрать. Мне хочется такого мужику, как с размаха. Когда дома ей скажешь, и не в такой форме. Она и так бедная, закомплексованная. Знаешь, потому что если ты ее пресечешь, она будет есть вне твое присутствия, еще больше. И ты будешь смотреть, она ничего не ест, а она на дрожжах. И знаете, что происходит? Я, значит, такая дама большая, а муж как будто бы меня не видит, что я такая большая, он меня всегда любит, любой. Правда, он мне ни слова никогда не скажет. Плохого, что у меня где-то что-то не так. Хотя я реально была очень большая. Я-то вижу. И вы знаете, если он не говорит, так я же буду говорить. Мы так устроены. И я так из зеркала к себе подхожу, постояла. Вот я растолстела. Ну ладно, вот сейчас похудею и куплю себе вот это. Ну ладно, сейчас похудею и куплю себе вот это. Ну ладно, сейчас похудею и возьму себе вот это. И вы знаете, я так говорила, наверное, полгода, пока он мне это не сказал. Мы приходим в магазин. И что-то он там себе покупает и там мужские, женские вещи. Он говорит, ну сейчас, Женя, ты похудеешь и мы тебе вот это купим. Так вы знаете, когда ты сам это говоришь, ты не слышишь. Когда тебе муж это сказал, я говорю, в смысле? И вы знаете, я задумалась. Я думаю, хорошо, а если я никогда не похудею? Ну если. Ну может же быть такое. Ну не всем же быть стройным, как и Парис. Вообще, Господь дает в жизни полноту. Худоба не всегда от Бога. Вы понимаете? Я задала себе вопрос, Женя, а если ты никогда не похудеешь? То есть моя жизнь начинается с того момента, когда я похудею. Вы представьте? А то есть все, что до этого, можно вычеркнуть. Представляете, как страшно? Я сказала сама себе, стоп. Говорит, давай деньги. Я пошла, купила размер джинсов там такой, рубашку. Это очень дорогие были вещи, знаете, хоть некрасиво было, но казалось мне, но это дорого. Хоть чем-то достоинство свое построить. И я помню, эти джинсы, рубашка такая дорогущая. Я помню, даже двух месяцев не поносила эту одежду. Знаете почему? Потому что я резко начала худеть. Потому что я приняла себя такой, какая я есть. Люди ходят на тренинги для похудения. Я вам скажу, бесплатно абсолютно, примите себя такой, какой ты есть. И ты обязательно станешь таким, о каком ты мечтаешь быть. Правда, начинай жить здесь и сейчас. Если мы неполноценны, мы чувствуем себя постоянно какими-то ущербными, такими мы и будем. Такими мы и будем. Нам надо научиться принимать себя такими, какие мы есть, жить здесь и сейчас. И поэтому неполноценность, она лишает нас многих благ в жизни. Мы чувствуем себя недостойными, мы чувствуем себя там, что нам, короче, как будто бы вот все для всех, но не для нас. Христос вот такой хороший-хороший, и Он благословит вас. Но меня, правда, не благословляет, но вас точно благословит. Знаете, надоело уже такое Евангелие слышать? Давайте позволим Богу нас благословить, потому что ты и я, мы достойны. Вы знаете, как вот этот пример верного сына, помните эту притчу из блудного сына, да? Вот пример верного сына. Он считал, что он недостоин устроить себе вечеринку. А отец ему сказал, ты что, парень, из-за твоей верности все твое, мое. Кто виноват, что Бог ему вечеринки не устраивал, или потому что он считал себя недостойным делать это? Вы понимаете? И он начал завидовать этому блудному сыну. Что ему завидовать? Его жизнь так потрепала. Ты-то классно в доме отца был все это время, чистенький, хорошенький. Мог каждый день этих баранов колоть. Слово бы тебе никто не сказал. Так нет же, я же не достоин. Понимаете? Мы, когда приходим к Богу, мы ведь черкиваем себя из списка ценностей. Но я скажу тебе, ты – это самая главная ценность для Бога. Я вот сама, когда пришла к Богу, вы знаете, это любой человек попадает в эту воронку. Потому что, почему мы попадаем в эти воронки? Потому что раньше мы живем для себя, погрязли в эгоизме. Такое понятие, допустим, что тебе кто-то что-то благословил, такого не было, да? Кто-то что-то ради тебя делает, если делать, что-то хочет от тебя, правильно? То есть, ты живешь, получаешь от кого-то и получает от тебя. Вот так вот, ты крутишься в этой жизни, как можешь. Но придя к Богу, мы вычеркиваем себя из списка ценностей. Почему? Потому что мы считаем, что это грех. Но я скажу тебе, на время, может быть, и надо себя вычеркнуть, знаете, как на время, чтобы разобраться, где зло, где добро. И на время, может быть, и надо посвятить себя полностью, отдавая, отдавая, отдавая. Но однажды наступит этап, когда тебе надо будет заняться собой. Когда тебе надо будет заняться собственным интеллектом, заняться собственным телом, заняться собственными эмоциями, собственным миром. Знаете, как мы очень часто выглядим? Чужую беду руками разведу, а в собственной жизни порядка навести не можем. Понимаете? Так вот, именно наша собственная жизнь не является примером, что Иисус Христос живой, что Иисус Христос умер за нас. И поэтому мое Евангелие, это моя личная жизнь. И что нам мешает? Нам мешает наша неполноценность. Мы должны научиться адекватно относиться к себе. Я вообще поняла, когда я имею общение с Богом, когда я имею эти тайные личные отношения с Ним, в тайной комнате Бог строит мое достоинство. Я понимаю, что я личность, что я призвана не только лишь родить детей, воспитать их, что-то еще сделать, я призвана еще для какой-то судьбы, для какой-то миссии. И именно мне Бог ее доверил. Он доверил каждому из нас, Он имеет судьбу для каждого, Он приготовил место каждому. Но вопрос в том, поверит ли человек в это. согласится ли быть этим или нет? Понимаете? Я помню, как Анселма на Буко была конференция, и Дух Святой побудил меня. Вообще, Анселма ко мне отношение такое особенное, такое благоволение. Я вот правда заметила, раньше мне казалось, знаете, что это недоступные такие вещи, но Бог как-то расположил его ко мне, и вот через него Бог говорит в мою судьбу, я это слышу, понимаю, осознаю, я помню, я стою на служении, а до этого он что-то там пророчествовал, он мне говорил, и мне Дух Святой говорит, подойди к нему и скажи, пусть он разрушит проклятие Отца над тобой и благословит тебя, как если бы это сделал духовный Отец. Ну я вначале, знаете, с кровью и плотью там советовалась, естественно, мне не хотелось этого делать, думаю, что к чему, я пойду, ну знаете, такие мысли всякие, но все-таки я сделала это, я пришла и сказала Анселл, помолись за меня, Отец очень много разрушал меня, и я сегодня вижу, как эта разруха, она до сих пор действует во мне, я не верю, что я на что-то способна, я как бы понимаю, я даже вижу, как Бог использует меня, но внутри такая саранча сидит, которую вот просто как-то надо вырвать из меня. И он так отреагировал очень серьезно к этим вещам и начал молиться и разрушать, и потом благословлять как духовный Отец. И знаете, я когда, он за меня молился, меня там не трясло, я там не ковыркалась, там не плакала, не кричала, ничего. И знаете, в этот момент такое ощущение у меня такой стал светлый ум, разум и такая пульсирующая мысль. А вот с этого момента у тебя есть выбор жить и верить земному Отцу или духовному Отцу. Верить, что ты проклята или верить, что ты благословенна. Вы понимаете? Это не будет как-то так сверхъестественно, типа ты там превратилась в золушку из падчерицы. Переодеть золушку это еще полбеды. Вот вытащить из золушки в золушку вот эта тема. И вселить туда принцессу. Это надо потрудиться. И вы знаете, от кого это зависит? Не от доброй феи, а от самой золушки. Добрая фея может тебя лишь только переодеть. Добрая сестра какая-нибудь в церкви. А из тебя рабыню достать можешь только ты сама позволить Богу достать ее изнутри себя. Понимаете? И поэтому вот эта вот неполноценность она губит и душит наши браки. Неполноценный мужчина, который чувствует себя знаете, уязвимым, который боится проявить чувство к собственной жене, он типа такой оруженосец такой, знаете, даже дома кольчугу свою не снимает, даже в зеркало сам себя не улыбается. А за этим, за всем, за этим фасадом прячется испуганный мальчик, который однажды проявлял свои чувства, но кто-то забил, задолбил, высмеял эти чувства и он решил больше этого не делать. Он посчитал, что это стыдно и теперь эти, как говорится, медвежьи ласки для него это что-то стыдное. Что-то для него неприемлемое. Вы знаете, я вот смотрю на Алексея, отец, у него вот, это, у него прекраснейший отец, добрейшей души человек, голубь мира. И вы знаете, я сегодня смотрю на Алексея, он очень хороший отец. Он с пацанами может и подраться, и пободаться, как ребенок, знаете, да мне что поступить, а он будет драться с ними, как взрослый, типа он победит всегда. Ты говорю, ты чего, ты же отец, ну поддайся, вот еще чего. Знаете, и в то же время может быть таким добрым, искренним. У нас с ремнем бегаю только я. Он только может испугать, а на самом деле до дела не дойдет. Он добрый. Я тоже добрая, но если надо, вдарю. И что происходит? И он может пацанов обнять, поцеловать, с ними посюсюкаться, знаете, и я смотрю, как пацаны растут все равно нежными. Они способны проявлять чувства. Потом мои невестки мне спасибо скажут, потому что я до сих пор папе Саше спасибо говорю. На каждом дне рождения говорю, папа Саша, мой дорогой, я так благодарна, что ты вложил эту доброту. Это же так редко встречается, когда в человеке может сочетаться и сила, и какая-то вот мужской стержень и нежность, доброта. Потому что Бог именно такой. Амэн? Бог именно такой. Он может выйти, как Исполин, как муж брани, а может выйти, как кормящая мать. Вы понимаете? Он может прийти, как карающий, а может прийти, как милующий. И в этом сила нашего Бога, и мы можем отобразиться в нем, если позволим разрушить внутри нас саранчу. Эту неполноценность выдрать из наших глаз. И это способен сделать только ты. Однажды должен прийти в тайную комнату и сказать, Бог, дай мне ненависти к той лжи, в которую я верю. Что я верю, что я там недостойный, я верю, что я там тупой, ограниченный, такой, сякой. Перестань верить в эту ложь. Начни верить в новые вещи. Сам себе проповедуй, сам себе говори и утверждай. И ты обязательно это получишь. Ты обязательно увидишь в отражении другого человека, другую женщину, другого мужчину. И давайте откроем такое местописание. Еремия, 5 глава, 7 стих. Как же начать этот процесс освобождения от своей неполноценности? Нам будет легко идти по жизни с сознанием, когда ты никому ничего не должен. Но если что-то и делаешь для кого-то, то делаешь это потому, что ты хочешь это делать. Или ты принял решение это сделать. Об этом Иисус и говорит, если ты делает что-то левая твоя рука, пусть правая об этом не знает. Но на это способен только человек с восстановленным достоинством. Вы понимаете? Я сегодня служу людям, я помню, когда мы только начинали служить, и вот знаешь, ты запрягаешься в служении, я помню, мы там года 4 просто в такой похоте детей рожаем, церковь строим, молитвы проводим, то есть вообще у меня спроси, я не помню, как родился Давид, а как он рос вот как-то не совсем. Вот знаете, это все было вперемешку, у меня дети играли в молитвы освобождения, то есть вот вот так вот правда было, я помню, это вообще прикол. Я дома у себя проводила молитвы освобождения и знаете, однажды смотрю, дети мои закрылись, уперли там в комнату сок, хлеб, а мы с кем-то были, я такая заглядываю, значит, сидит Давид, консультант, перед ним стул, Вика сидит на стуле и он такой серьезно, ну давай, рассказывай. Она что-то, вот муж меня не любит, что-то там, короче, рассказывает, рассказывает, он говорит, да, давай я за тебя помолюсь. Она такая, давай, она такая садится и такая поворачивается к ним, говорит, только ты вначале такой, а потом это, да, ага, и они увидят, он, значит, над ней склонился, там, потом они причастие приняли, я ухохоталась, у кого-то дети играют, там, знаете, а у меня в молитву освобождения. Вот. И то есть, вот эти вот года, которые мы шли, шли, достигали, достигали, то есть, мы личностями становились, то есть, мы как бы овладевали своей землей. И что в этот момент происходило, я вдруг начала понимать, что время проходит, и я становлюсь другой. Чем больше я, как бы, вкладываюсь, вкладываюсь, вкладываюсь людей, я другая становлюсь. Но вдруг я начала замечать, что у меня вдруг стало просыпаться такое чувство, что мне чего-то не додали. Типа, я тут всем даю, раздаю. Вы понимаете, левая рука раздавала, правая проснулась. И я помню, как прошла какая-то очередная конференция, и знаете, вот там человек, я не знаю, лишний раз там салфетку к пастору принес, ему уже там премию дают, там аплодируют, а ты, извини, всю конференцию я тут носился, делал, а тебе даже спасибо не сказали. Ну, типа, ты же должен, ну, типа, ты же пастор. И у меня внутри такое разочарование, я сказал, да мне это надо сто лет. Короче, в церковь больше в эту не пойду. и такая села, надулась. Самый злейший враг это мой муж, который не подарил мне аплодисментов, а потом я так подумала, ему-то тоже никто ничего не подарил. Вы понимаете? И я так села, расстроилась, а потом такая думаю, это мой выбор сейчас. Обвинять весь мир, что мне чего-то не дали, или все-таки принять решение и сказать самой себе, я это делаю, потому что я это хочу делать. И я не собираюсь ждать награды от людей. Я верю, что Бог может меня благословить, потому что я полноценная личность. И мне стало легко идти по жизни. И сегодня я делаю, я много чего делаю, я тружусь. И сегодня я вижу, как Бог меня благословляет. Сегодня я вижу, что... То есть я эту иллюзию разрушила внутри себя, когда ждала чего-то от людей. Будешь ждать от людей, не дождешься. Бог тебя будет благословлять из тех источников, от которых ты даже не ожидал получить. И ты будешь знать, что это Бог делает. Он все видит, и Он знает твой труд, и твой труд не тщетен. Амин. А когда мы идем по жизни, и мы ждем, 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 мы создаем такую атмосферу вокруг себя, что нам бы и рады бы дать, да не дадут. Вы знаете, когда выпрашивают, тебе вообще закрывается сердце, не хочется вообще ничего давать. Так? Поэтому, дорогие мои, надо идти по жизни легко. Если что делает правая рука, пусть левая об этом не знает. Как она не будет знать? Обуздывай свою левую руку, когда она заговорит. Скажи, успокойся. Я это делаю, потому что Бога люблю. Я это делаю, потому что это мой выбор. Я знаю, что это правильно. В первую очередь, это мне надо. Амин. Так вот, что же написано в этом местописании? То, о чем я не говорила на том берегу, это я приберегла для вас. Знаете, как же начать процесс освобождения от неполноценности внутри себя? Что произошло лично в моей жизни? Как я с этим боролась? Как в моей жизни это сработало? И это сработает в твоей, если ты попробуешь. Знаете, что такое вот эта неполноценность, она заставляет нас пользоваться другими людьми. Когда ты чувствуешь себя неполноценным, ты думаешь, что в этот момент ты обязательно в ком-то нуждаешься. То есть, ты впадаешь в какие-то душевные связи с людьми, с которыми не надо тебе впадать. Когда ты заведомо знаешь, что у тебя с этим человеком ничего не будет, а ты позволяешь себе идти в эти отношения. Вы понимаете? Когда ты знаешь, боковым зрением видишь, что на тебя смотрят, и у тебя есть выбор, повернуться или нет. А тебе он сто лет не нужен. Но когда ты повернешься, улыбнешься ему, он опять будет на твоем поводке. какое-то время. Вы понимаете? Особенно женщины меня хорошо понимают. Когда женщина говорит, ой, я не знаю, я ничего не знаю, я вот рот отерла и ничего не делала. Скажу, все ты знаешь. Я же женщина. Вы понимаете? Не знаю, сам пришел. И что происходит? И мы пользуемся друг другом. Мужчины очень часто пользуются сестрами в церкви. Зная о том, что он ничего не способен ей дать. И он начинает флиртовать с ней. Он начинает делать какие-то знаки внимания, заведомо зная, что ничего ей не даст. А знаете, что движет мужчинами и женщинами? Их неполноценность. Когда мы чувствуем себя неуверенными, когда нам вдруг стало скучно, а почему бы не закрутить? Вы понимаете? Эти душевные связи, особенно это так сейчас распространено в интернете, переписочка. То, что мы не скажем друг другу в глаза, мы там такие дифирамбы друг другу пишем. А потом это некий такой коннект уже, понимаете? Какие-то чувства, какая-то нечистота появляется внутри сердца человека. И вы знаете, я сделана из того же теста. Я всю свою жизнь так выросла и так меня воспитало это общество. Я была неуверенной, неполноценной. И что я делала? Я знала, что я хорошо выгляжу, что на меня реагируют мужчины. Я пользовалась ими. Соответственно, находился такой, который пользовался мной. И я чьи-то сердца разбивала, он разбивал мое. И когда я пришла в репцентр, что произошло? Первое, что я увидела, братья. Они искренне меня как сестру любят. Правда? Я искренне? То есть чисто как-то так, ну, по-чистому все было. Не знаю, как сейчас, но у нас было все так чисто благопристойно как-то вот, да, до времени. На первый месяц точно. И я приняла решение, приняла решение, думаю, классно. я приду сейчас и начну новую жизнь. Я больше не хочу пользоваться людьми. Я больше не хочу, чтобы мной кто-то пользовался. Я искренне хотела просто дарить людям любовь. Я искренне хотела Богу служить. Вы понимаете? Кто-то так, такое переживал в Боге? Кто-то собирался начать жизнь чистого листа? И что происходило дальше? И потом я вдруг поняла и уловила мысль, что проходит время месяца, и вокруг меня опять же та же тусовка. Хотя я же все братья, молитвы, христианское общение. А все то же самое. Один носит мне шоколадки, у другого богатый папа, у него есть тачка, он возит меня там куда-нибудь. У третьего мама очень вкусно готовит, мы к нему ездим поесть. У четвертого ванна есть, мы к нему ездим помыться. Не, чисто все благопристойно, типа, понимаете? И ты сам себе объясняешь, ну это же ничего такого, может, это же нормально. А вокруг тебя создается такая атмосфера, уже какой-то движняк опять создается, понимаете? И я же знаю, что ни один этот парень, я не готова с ним связать свою судьбу. Но я отпустить, я не готова, потому что я привыкла так жить. Я привыкла пользоваться из-за собственного страха. Я думала, что я неполноценная. Кто мне сказал, что я сама себе не могу эту шоколадку купить? Вы понимаете? Что я сама не могу себе пойти что-то приобрести, я могу это сделать, но дьявол внушил мне, что я неполноценна. И я вынуждена была пользоваться людьми. И вокруг меня опять создалась какая-то такая нехорошая атмосфера, которая губила меня. И такое ощущение было, что я живу какой-то плохой, нечистой жизнью. Хотя я в церкви, хотя я искренне люблю Богу, а я как будто бы замарана внутри. И вы знаете, и мне подарили Библию, мама моя, с золотыми страницами. Впервые в жизни я получила откровение от Господа. Давайте прочитаем какое. Иеремия 5 глава 7 стих. Здесь написано. Господь обращается ко мне. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. А я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домоблудниц. Это откормленные кони. Каждый ржет на жену другого. Это местописание мне открылось в таком ракурсе. Такое ощущение, как будто бы Бог впервые со мной заговорил на такую тему. Он мне сказал, как я могу простить тебя за это? Ты откровенно знаешь, что такое прелюбодействие. Прелюбодействие – это когда ты вступаешь в отношения запретные. Вы понимаете? То есть человек имеет, то есть когда ты прелюбодействуешь, то есть ты в определенном как, у тебя есть завет, у него есть завет, а вы начинаете прелюбодействовать, то есть нарушать завет. То есть ты знаешь заведомо, что у тебя с этим человеком ничего не будет, а ты с ним начинаешь все равно флиртовать. То есть как? Это незаметно ни для кого, но это ясно для тебя и для него. И что происходило дальше? Я понимала, что так дальше продолжаться не может. Мне нужно жить. Я хочу выйти замуж. Хочу быть счастливой. И я понимала, что мне придется меняться. И вы знаете, с чего начались мои перемены? Мои перемены начались внутри меня. Ни брат не пришел ко мне, ни сестра, ни пастор меня не пришел обучать, потому что это тонкие грани, тебя никто не поймает. Это твой и мой выбор однажды стать полноценным человеком. Однажды перестать пользоваться людьми, тогда перестанут пользоваться тобой. Однажды стать честной и чистой сама с собой или сам с собой. И я приняла решение и сказала, Бог, я не буду больше. Ты насыщаешь этих парней. Они пришли в церковь искренне, хотят тебя любить. А я флиртую с ними. И они не могут уже думать о тебе. Вы понимаете? Кто, когда впадал в душевные связи, ты уже ни о чем думать не можешь. Тебе какой Бог? Тебе какая церковь? Ты уже пришел. И ты уже занимаешься в церкви не тем, чем надо заниматься. Ладно бы, если это был мужчина, с которым ты хочешь иметь отношения. А если ты заведомо знаешь, что тебе ничего с ним не будет. Но ты пользуешься. Вот к этому кидает нас наша неполноценность. И как освободиться от этих вещей? Это страшные вещи. Я поняла, что я грешу. И как Богу простить меня за это? Потому что я заставляю этих парней прелюбодействовать. Потому что они ни о чем больше думать не могут. Я поняла. Мне нужна изоляция. Я должна рубить канаты. Вы знаете, есть такая форма детокса. Знаете? Чтобы человеку освободиться от наркотиков, ему что нужен? Детокс. Это временная изоляция. Но репцентрат для таких людей мы открывать не будем. Ну, может быть, когда-нибудь. Но детокс должен произойти внутри тебя и меня. Это твое и мое решение стать полноценным человеком. Я помню, я ушла в служение. Я ушла вообще в другие вещи. Я помню, как тот же парень, который носил у меня шоколадки, хотя мне уже это шло во вред. Он таскал мне этот шоколад. Я помню, как мне приходилось отказываться от этого шоколада. А знаете, как не хотелось? А он был в шоке. Что со мной? Я помню, как я захожу в церковь, типа христианка верующая. Я смотрю, как на меня смотрят там парень, там боковым зрением. А мы же женщины. Вы же мужики не умеете смотреть боковым зрением. Мы умеем. И он смотрит на меня и ждет, что я сейчас повернусь. А я вижу, что он смотрит. И сама себе говорю, стоп. А я не буду этого делать. Это мое было решение. Он раз посмотрит, два посмотрит и все. Там другой приходил, откровенно ухаживал за мной. И я, знаете, все мозг ему там выносила. То люблю, то не люблю. Я откровенно сказала, все, стоп. Потому что я понимаю, что у меня ничего общего нет с этим человеком. Просто мне нравились эти душевные связи. Мне нравился этот дикий флирт какой-то. Какая-то это вот фигня, о которой фильмы снимают. Понимаете? Но жизнь-то это не фильм. Жили они долго и счастливо. А как долго и счастливо нам-то об этом не рассказывают? А это быт. И я поняла, что надо жить здесь и сейчас, и настоящей жизнью. И я должна стать личностью. Я полноценный человек. Я не могу сегодня выжить таким путем, используя других людей. А это чувства, это эмоции, это боль. Ходя по головам, используя другие чувства и эмоции, обманывая людей, я не смогу быть счастливой. Я буду несчастной. Я помню, как в церкви многие парни, знаете, искренне относятся ко мне как к пастору, как к женщине. И я вижу, как многим женам не нравится это. Потому что, ну знаете, есть вот прям, ну очень любят меня. И знаете, я бы могла сказать, ну что она, дура, ревнует? Я никогда так не говорю. Я лучше отойду от этого парня и общаться с ним не буду какое-то время, чтобы она успокоилась, потому что я знаю, как это больно. Вы понимаете? Мы не должны сегодня строить свое достоинство, пользуясь чужими чувствами. Ты личность. Тебе не надо строить свое достоинство, унижая кого-то, используя кого-то. Если ты хочешь быть по-настоящему счастливым, тебе придется принять это решение. Тебе придется принять это решение. Это твой честный диалог с Богом и с самим собой. Неполноценность, она разрушит тебя, сделает несчастным человеком. Можно клавиши уже там выходить, музыканты. Поэтому я точно уверена и убеждена, Бог мечтает поднять армию полноценных и счастливых людей, которые не будут строить себя, унижая кого-то и используя кого-то. Которые не будут выходить замуж и жениться, потому что... Расскажу вам такую историю напоследок, веселую. Один парень ко мне приходит с девушкой. И парень говорит, я просто задаю простой вопрос им. Тебе зачем жениться-то? Он говорит, он так девушку за руку держит. А вот знаешь, Евгения, иду как-то домой с работы, так устал и так подумал, думаю, сейчас приду домой, а там никого нет. И подумал, нехорошо быть человеку одному. Я так и думаю, ну классно. Я говорю, а ты кошечку не пробовал завести? Она бы тебя встречала, у ног вилась. Он только на меня посмотрел, типа, что-то это не духовное. Он же откровение получил, нехорошо быть человеку одному. А у этой девушки спрашиваю, говорю, девушка, а тебе-то говорю, зачем? Это надо все. Она говорит, так устала жить на адаптации. А квартиру снимать одной я не могу. Думаю, вдвоем легче же будет снимать квартиру. Я говорю, представьте, что вы творите, а? Я говорю, слушай меня, товарищ. Эта кошечка будет встречать тебя в одном случае, если ты домой деньги принес за квартиру. А если ты не принес за квартиру? А если форс-мажор? То нету кошечки. И домой идти уже не хочется. И думаешь, как было хорошо, когда там никого не было. Вы понимаете? Они идут в брачные отношения не для того, чтобы что-то дать друг другу. Ему скучно стало, а ей за квартиру платить. И что их кидает в эти отношения? А они искренне думают, что это же от Бога. А потом, когда драка очередная из-за того, что он денег не принес, они будут говорить, а где же Господь был? А при чем здесь Господь? Единственное условие для любви, единственное условие для брака – это любовь. А любовь она дает. Даже если временно ничего не получает. И поэтому, когда мы используем друг друга, это обречено. Когда мы еще идем в брачные отношения, потому что у тебя гормоны заиграли, и ты боишься сблудануть, ты по-любому сблудишь, даже когда женишься. Потому что тебе просто нужна свобода. если ты выходишь замуж, потому что тебе за квартиру платить нечем, я скажу тебе, твоя экономическая свобода на жертвеннике. Бог откроет личные твои источники. И ты придешь в брак с деньгами, а не с пустыми карманами. Чтобы давать, а не получать. Это великий дар быть полноценным человеком. Это великое счастье быть личностью. Понимать, что ты полноценный. И когда ты полноценный, ты способен адекватно относиться к людям и не требовать от них того, чего дать они тебе не могут. Вы понимаете? И наши семьи, они будут счастливыми. Я вот смотрю на нашу жизнь с Алексеем. Чем больше мы живем, тем меньше у нас претензий к друг другу. Почему так? А потому что я с каждым годом понимаю, что я личность. И если он мне чего-то не купит, я сама себе это куплю. Вы понимаете? Если он мне чего-то не даст, я сама себе этого дам. И еще ему дам. И так же и он. И претензий меньше. И нам комфортнее с друг с другом. Почему? Потому что мы личность. А кто делает нас личностью? Бог. В его присутствии ты понимаешь, что ты способен на многое. Ты не ограничиваешь себя. И если чего-то тебе не достает, ты понимаешь, что твой источник внутри тебя. Эта женщина-самарянка, она пришла к Иисусу. Иисус ей сказал, «Женщина, ты не будешь больше алкать вовек. Я дам тебе воду, и из твоего чрева потекут реки жизни». Однажды мы должны принять эти реки жизни. Однажды мы должны осознать, закуситься где-то и принять решение стать полноценными. полноценными. И мы притянем к себе таких же людей. Окружающий мир перестанет нас игнорировать, потому что ты победишь саранчу в собственных глазах. Амин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...